Вину признаете? Вам не стыдно? В попытках восьмилетнего ребенка обвиняемые отвечают коротко, а нет вопросов. А вот свидетели молчать не могут. Людмила Шарапова, медсестра детской городской больницы номер 3, признается за 43 года работы. Навидалось разного, но такого обращения с детьми не припомнит. В коленках впитая гречка, воспаленные коленные суставы, и прям гречка была в коже. Прям такие язвы были. Я была в таком состоянии, так с ребенком обращаться. И еще была такая фраза у него. Я возле него вот так вот рядышком стояла. Он говорит, тетенька, а меня возьмут в хорошую семью? Эта мама должна вымаливать у ребенка прощение, она роденная и душная. Какую провинность допустил восьмилетний ребенок, что, по мнению Казакова, заслужил стояние на гречке, ночь напролет в зале суда эту деталь пока не озвучили. Впрочем, и без нее шокирующих подробностей хватает. С виду благополучная семья. Отчим владелец фирмы в сфере IT, мать имеет стабильную работу. Сам ребенок о проблемах в семье никому не рассказывал. Отец одноклассницы пострадавшего школьника вспоминает, что мальчик как-то попросился переночевать. Сказал, что дома никого нет, а ключи он потерял, поэтому вернуться домой не может. Уже в зале суда выяснилось, что ребенок пытался избежать очередного наказания гречкой. Нет, не ожидал, конечно. Ну, сами в шоке были. Не хромал, ничего. Просто один раз пластырь на коленках был, и все спросили, откуда. Ну, упал, поцарапался. Не распространялся. Отчего на самом деле колени ребенка были в пластыре, вся страна узнала лишь после того, как мальчик, не выдержав очередных пыток, босиком сбежал из бани на даче, где его гречкой воспитывали родители, к соседке. Женщина, увидев жуткий ран ребенка, обратилась за помощью к еще одному соседу. Вместе они вызвали полицию и скорую. Раскоп мальчика, его наказывали. В течение ночи он стоял на гречке на коленях, ему не давали уходить. А еще, как выяснили следователи, не давали во время наказания ребенку даже еды. Лишь стакан воды перед сном и то после многочасовых пыток. Все они вдобавок сопровождались избиениями, если мальчик неровно стоял на крупе или же пытался держаться за стену. Насколько правильно ребенок мучился, отчим-воспитатель Сергей Казаков отслеживал по видеозаписи. По истязанию он снимал на камеру своего компьютера, хотя во время следственных мероприятий подсудимый утверждал, что на гречку пасынг оставил всего один раз. В ходе обыска в доме обвиняемого был изъят ноутбук с видеофайлами, благодаря которому было установлено, что обвиняемый длительный период времени ставил пасынга голыми коленями на гречневую крупу на период времени до 9 часов. Все вышеуказанные действия обвиняемый совершал в согласии матери несовершеннолетнего. Почему мать позволила сожителю издеваться над родным ребенком, свидетели уверяют, женщина просто боялась. Хотя бывший коллега Сергея Казакова Андрей Стумбин утверждает, что за 15 лет знакомства агрессивным своего товарища не видел. Не исключено, что следствие ряд моментов просто упустило из виду. Правда, открыто говорить о подробностях семейной жизни своего знакомого Андрей Стумбин наотрез отказался, лишь намекнув, что готов официально поделиться информацией с правоохранительными органами. Я вам скажу, что все не так очевидно. Никто не захотел поинтересоваться у человека, который знает его 15 лет, что случилось и как. Это был нормальный человек. То, как он на это вышел, я комментировать пока не готов. Мать, которой также предъявлены обвинения, в отличие от сожителя, находится не в СИЗО, а под подпиской о невыезде. Она продолжает воспитывать сына, родительских прав ее пока не лишили. Прокурор еще не определился с тем, какое наказание для подсудимых запросить у судьи. Следующее заседание назначено на 19 декабря. Известно, что санкция за истязание предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.